Новости на телеканале СКАД ТНТ. В студии Надежда Трубачева. Здравствуйте! В Самарской области начали рассчитывать тариф за вывоз мусора. Новая строчка в квитанциях на услуги ЖКХ появится 1 января следующего года. Планируется построить гибкую модель, которая сможет меняться под конкретные цели и задачи. Осуществлять услуги по обращению с ТКО в регионе будет единый регоператор. Договор с ним заключен на 9 лет. Сам тариф будет сформирован в декабре этого года. Помощь людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам, обучение и проведение экологических акций. Все это делают представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Они получают господдержку через программу президентских грантов и финансовую поддержку из областного бюджета. С представителями НКО встретился губернатор Самарской области, чтобы обсудить, как сделать совместную работу более эффективной. Более 4000 некоммерческих организаций, официально зарегистрированных, действуют на территории Самарской области. Однако, как было озвучено на встрече главы региона с представителями НКО, реально работает из них примерно 3200. Но и это значительное число – по одной на тысячу жителей. По уровню поддержки этих организаций со стороны власти Самарская область на четвертом месте в стране. К примеру, 63 проекта НКО в 2017 году получили деньги по программе президентских грантов на сумму 112 миллионов рублей. В 2018 году уже 84 проекта профинансировали на 137 миллионов. Один из них – помощь семьям с приемными детьми. Его руководитель Наталья Черновол. Она сама с мужем воспитала 20 детей, теперь помогает другим. В рамках гранта будет оказываться помощь тем семьям, где есть большие проблемы. В первую очередь в сельской местности. Сформированы бригады из психологов, юрист, которые будем на места выезжать, работать с приемными семьями, замещающими семьями. Это будут и консультации, это будут и тренинги, это будут и занятия. Ну и, конечно, при такой большой работе приемным родителям легче раскрыть свои трудности, свои проблемы. И, естественно, по меру этих проблем будут решаться. Дмитрий Азаров, узнав о проекте, отметил, что приемным семьям в таких ситуациях стоит оказывать и вполне материальную помощь. К примеру, помочь в закупке скота, сельхозтехники, чтобы они могли развивать хозяйство. Совместный труд поможет и общий язык найти взрослым и детям, а кроме того, поможет семейному бюджету. Обещал финансирование на эти цели. Губернатор отметил, что власть готова к сотрудничеству с НКО во всех сферах, если это поможет улучшить жизнь в регионе. К примеру, на эти цели в бюджете предусмотрено 208 миллионов рублей. Даже те проекты, которые уже поддержаны на президентском уровне, мы можем их также рассматривать и помогать. Да, расширяя, может быть, сектор, географию проекта, его глубину, оказывая поддержку за счет средств, в том числе и регионального бюджета. Стоит отметить, что в регионе действует также госпрограмма поддержки социально ориентированных НКО до 2020 года. Так что этой работе придан системный характер. В Самаре автобусы номер 47 и 66 будут ходить по-новому. Изменено расписание рейсов. Маршруты корректировали по просьбам работников РКЦ «Прогресс» и жителей Куйбышевского района. Теперь автобус номер 47, который ходит из Юнгородка на Хлебную площадь, в 5.50 утра будет выезжать с центрального автовокзала и к 6.30 прибывать на конечную остановку Юнгородок. Еще изменится 66-й автобусный маршрут. Он начинает движение также с центрального автовокзала, конечная остановка, улица Грозненская. Теперь последний рейс этого маршрута будет заезжать в поселок Озерный. На основе опыта боевых действий в Сирии в Самарской области на полигоне в Рощинском прошли масштабные учения с участием военной полиции, мотострелков, спецназа и инженерных подразделений вооруженных сил, а также ГИБДД. Отрабатывалась оборона блокпоста, проводка гуманитарных конвоев и прием беженцев, а также противодействие шахидмобилям со смертниками. Подробности в репортаже нашего корреспондента Максима Острикова. Отразить внезапную атаку. Военные полицейские отрабатывают действия по обороне блокпоста. Тяжелая бронированная машина «Тайфун» выдвигается навстречу нападающим. Бойцы открывают огонь по противнику. Им на помощь высаживается десант спецназовцев с вертолета. Совместными действиями боевики уничтожены. Легенда учений взята из реального боевого опыта, рассказывает подполковник Осколков, который руководит отработкой этого упражнения. Подобные блокпосты имеются у нас в Сирийской Расской Республике, где, вы все знаете, у нас подразделения военной полиции обеспечивают гуманитарную миссию и обеспечение безопасности в зонах деэскалации. То есть непосредственно все это взято оттуда. Как отражается нападение, как уничтожаются шахидмобили, которые очень трудно на самом деле уничтожить, все взято именно с сирийского опыта. Уничтожить опасный автомобиль со смертником лучше на большом расстоянии. Если стрелковое оружие не помогает, в дело вступают более серьезные аргументы. Шахидмобиль уничтожили с использованием минного шлагбаума. То есть это связка мин ТМ-89, которая устанавливается вдоль дороги в случае проезда шахидмобиля. Это на самом деле есть в Сирии. Она выдвигается, и шахидмобиль наезжает и подрывается. А в этом случае на фугасе подорвался грузовик прямо на мосту через мелкую речку. Инспектора военной автоинспекции перекрывают дорогу и вызывают саперов с инженерной машиной. Необходимо срочно наладить путь в объезд. Но перед этим надо обезопасить дорогу. Проводится имитация разминирования. Все, путь свободен, но пройти по нему может и враг. Противник захватил автоцистерну с бензином и бортовой КАМАЗ. Движется в сторону города. Его необходимо остановить. Для чего используются бронированные автомобили «Тигр», вооруженные пулеметами ПКМ. Скоротичный бой закончился победой военной полиции. Но при этом есть раненые. Отрабатывается действие по оказаниям помощи и эвакуации. Были отработаны задачи, которые с учетом сирийского опыта, маневров «Восток-2018» приобрели свою актуальность. И в настоящее время мы их полностью отработали совместно с госавтоинспекциями, с другими федеральными органами исполнительной власти. Проводка гуманитарных конвоев, фильтрация беженцев, выходящих из районов боевых действий, оказание помощи населению – все это входит в задачи военной полиции в зонах вооруженных конфликтов. Перенимать передовой опыт в нашу область приехали военнослужащие этих подразделений из 80 регионов нашей страны, а также четырех заграничных российских военных баз. Стоит отметить, что такие масштабные учения у военных полицейских проводятся впервые и именно в Самарской области. В Самаре могут создать специальный алиментный фонд. Он позволит защитить семьи с детьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Такую инициативу поддержали областные парламентарии. В дальнейшем будут применяться и более жесткие меры наказания злостных неплательщиков, которые скрываются и годами не перечисляют деньги своим детям. Два года подряд в регионе фактическим исполнением окончены менее половины судебных решений. Причем большинство жалоб от граждан как раз касаются дел о принудительном взыскании алиментов, долгов по зарплате, а также предоставлении жилых помещений детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. В Самаре пьяниц собираются отправлять на обязательные работы. Самарские депутаты намерены выступить с такой инициативой. Отмечу, что и сейчас за появление в нетрезвом виде нарушители чаще всего наказывают штрафами. Однако мера эта не особо действенна, ведь по статистике в прошлом году в Самарской области уплачено менее 70% от суммы административных штрафов за данный вид правонарушений. Примерно такая же картина складывается и в целом по России. В том числе и в связи с этим депутаты предлагают ввести в кодекс еще один вид наказания нетрезвых нарушителей – обязательные работы. Человеческие поступки и люди, которыми гордится Самарская область. На общественном совете акции благородства выбирали тех, о ком стоит рассказать широкой публике. Среди номинантов – представители самых разных профессий. Они делают хорошие дела в самых разных сферах. Подробности в материале корреспондентов Самарского телевестника. Помощь детям и инвалидам, бесплатное обучение, спасение жизни людей. Поступки, которые обсуждают на совете акции благородства, самые разные, как и люди, их совершившие. Из года в год число номинантов растет. Акцию проводим уже более 20 раз. В этом году больше 200 у нас номинантов. Участвуют все муниципальные образования нашей области, городские округа, очень активно. К примеру, один из благородных поступков совершили сотрудники ОМОН Росгвардии этим летом. Они дежурили на пирсе речного вокзала Самары и увидели, как пассажир катера упал в воду и стал тонуть. Оперативно приняли меры к спасению. Мужчина был благодарен, но очень торопился на матч чемпионата мира по футболу. ОМОНовцы отнеслись к болельщику с пониманием. Дали сухую тельняшку. И как по-настоящему благородные люди, оставили свой поступок без огласки. Обо всем узнали совершенно случайно, когда мужчина пришел в управление Росгвардии по Самарской области. Пришел в управление к нам, чтобы найти этих ребят, чтобы вернуть одежду. В этот момент мы просто об этом узнали. И мы начали спрашивать, что же случилось. И вот, собственно говоря, выяснили. Ребята категорически отказывались что-либо рассказывать нам и каким-то образом это афишировать. Но потом уже, когда мужчина пришел в себя и понял, что произошло, и что, в принципе, он мог бы утонуть. И мы узнали все подробности. Сейчас идет обсуждение. Из всех номинантов выберут самых-самых. Награждение их состоится в декабре. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Депутат и бизнесмен стал подозреваемым по уголовному делу. А также два лобовых столкновения на дорогах области привели к госпитализации нескольких человек. Об этом расскажут наши корреспонденты в обзоре происшествий. В отношении депутата Совета депутатов промышленного района Самары Минахмета Халиоловова возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп», совершенный в особо крупном размере, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области. По версии следствия, с июля 2016 года по июль 2018 года подозреваемый, представляя интересы фирмы, являющейся подрядчиком регионального фонда капитального ремонта, передал в Рио гендиректора этого фонда Михаилу Архипову более 1 миллиона рублей. Посредником при этом выступал брат руководителя фонда. Средства он передавал за беспрепятственное перечисление оплаты по договорам в счет выполненных работ. В ближайшие дни следствием будет направлено в суд ходатайства об избрании в отношении депутата меры пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что Минахмед Халиолов является совладельцем двух управляющих компаний и собственником строительной фирмы. ДТП с несколькими пострадавшими произошло вечером 20 ноября. В Похвестневском районе на 132-м километре дороги Самара-Бугуруслан столкнулись лоб в лоб УАЗ и Хюндай. Водитель корейского автомобиля не справился с управлением и оказался на встречке, где и врезался в УАЗ. Пострадали четыре человека. Оба водителя и два пассажира внедорожника. Всем потребовалась госпитализация. Еще одно ДТП с пострадавшими случилось на трассе «Кенель-Богатая» в Кенельском районе. Водитель на ВАЗовской 15-й ехал со стороны села Спиридоновка в направлении села Домашка. Выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Фольксваген». В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Фольксвагена». Всем потребовалась медицинская помощь. Ее можно попробовать на вкус. В Самаре разработали проект съедобной посуды. Сделана она из яблок, выдерживает самые разные температуры. А самое главное – ее непередаваемый аромат и вкус. Наш корреспондент Мария Левина впечатлилась новой практически гастрономической разработкой. Каждый человек в месяц производит около 40 килограммов мусора. Перерабатывающих заводов нет, из-за чего огромные города зачастую окружены свалками. Лаборанты Самарского политеха предложили свое решение – яблочную посуду, которая является экологически чистой и разлагается гораздо быстрее бумажной. Изначально, конечно же, все считали, что все это будет простым. И порядка за год-полтора мы создадим прототипы этой посуды. Но так как в мировом исследовании, в мировом научном мире не существует съедобной посуды, существуют съедобные пленки, которые получили почти множество. Но от съедобной пленки перейти было к съедобной посуде – это очень и очень тяжело. Около четырех лет команда молодых специалистов трудится над проектом. Сначала было 12 человек, сейчас 7. Постоянные эксперименты и работа по усовершенствованию продукта. За два последних года удалось разработать форму для съедобной посуды, чтобы ее можно было полноценно использовать. Мы изготавливаем яблочное пюре, после чего уже начинается формовка. То есть на данный момент это ручной труд, поэтому я формую на привычных всем стаканах. И поэтапное нанесение массы, которая впоследствии высушивается. Сам процесс изготовления достаточно трудоемкий, занимает минимум 8 часов. Сейчас усложняет дело и то, что работу с формой приходится проводить вручную. Выбор материала не случайный. Изначально рассматривали самые разные варианты, но яблоко лучше держит форму. С горячей водой стакан выдерживает полтора часа. Стакан обладает плохой тепловодностью и горячая вода не обжигает руки. Но самое приятное – это, конечно, вкус, который напоминает яблочную пастилу. Если вы сами еще не готовы есть посуду, то спокойно можете отдать использованный сосуд на съедение домашним любимцам. Пищевая пленка в сосуде с водой разложилась буквально за 15 минут, и жидкость превратилась в компот из сухофруктов. Кисленько. Среди экспериментов испытание на одну из самых важных характеристик – прочность. Материал невозможно разорвать руками. Минимальное давление для разрыва 20 ньютонов. Это только техническое воздействие. Такую посуду пока еще нельзя разогревать в микроволновке. Но вот замораживать продукты в ней можно. Работы по проекту продолжаются. Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ. Крылья Советов сыграют со столичным «Спартаком». Хоккейная рокировка «Лада» и «Локомотива». Баскетбольный клуб «Самара» готовится к гостевой серии. Обо всем по порядку в обзоре наиболее значимых спортивных новостей из жизни региона. Испытания чемпионам Крылья Советов вовсю готовятся к противостоянию со столичным «Спартаком». В это воскресенье команда встретится в Москве. Начало дуэли в три часа дня. В этом сезоне красно-белые не выглядят такими уж неприступными. Пока они лишь на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата российской премьер-лиги. В активе 19 очков Крылья Советов пока довольствуются так называемой «зоной вылета». 13-я строчка и 14 очков. Состав «Хоккейной лады» пополнили двое нападающих из Ярославля. В рамках договора о сотрудничестве с «Локомотивом» в Тольятти командированы Григорий Денисенко и Михаил Беляев. В этом сезоне Денисенко принял участие в 15 матчах Ярославского клуба в КХЛ, где отметился тремя заброшенными шайбами, а также сыграл 4 игры за «Лока» в МХЛ, где набрал 3 очка. Беляев сыграл в 7 встречах за «Локомотив» в КХЛ, но очков не набрал. В 9 играх в МХЛ за «Лока» на его счету 4 очка. Форвард Кирилл Слепец, ранее командированный в «Ладу», вернулся в расположение Ярославского клуба. Баскетбольный клуб «Самара» готовится к выездной серии матчей. Наши парни в ближайшее время проведут сразу несколько поединков в гостях. 2 декабря волжане сыграют с Новосибирском, а 5 числа с Иркутом. Подопечные Игоря Грачева в обеих этих дуэлях рассчитывают добиться положительного результата. Так что будем болеть за наших. А на этом все. Далее прогноз погоды и дежурный по городу. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru А мы с вами прощаемся. До встречи. На разогреве у больших кошек обезьяны, собаки, пони, клоуны и воздушные акробаты. Взгляд зрителей буквально прикован к манежу. По цветам софитов в клетке с хищником человек-легенда Виталий Смоленец. 7 львиц, 2 тигра и никакой страховки. Но беспомощным дрессировщик не выглядит. Он вожак прайда. Труки, которые выполняют 200-килограммовые кошки, заставляют затаить дыхание. Большая часть клыкастых артисток – своенравные алжирские львицы. Ходят на задних лапах и смиренно берут кусок мяса, который дрессировщик кладет себе на шею. Между человеком и большими кошками – любовь и уважение. Именно они вернули Виталия Смоленца на манеж после страшной аварии. Не прошло и года, а он уже ходил по родной арене на протезах. С львицами не работает вообще никто, ни один человек. Стали задавать вопросы, почему. Ну, ответы какие. Львица – нерабочее животное. Львица – это не то пальто, она тупая, бестолковая. Львица – это агрессия, это охотница. Я понял их, они поняли меня. И оказалось, что просто замечательные звери. Посмотреть уникальное шоу вы можете в ближайшие выходные в Самарском цирке. Субтитры создавал DimaTorzok